Текомология Хаванова Конструкция, о которой я буду говорить, является категорификацией воплощенной скобки Калкман, поэтому я не помню ее пределение. Чурокое пределение. Воплощенной скобки Калкман. Это вариант узла воплощенной толиках, который является полиномом, который зависит от двух переменных. Точная формула следующая. Где, минус а в стипени минус 3аленом а. Сумма во всем состоянии вниз. А в степени аквактез. Минус б а в степени аквактез. Ноживительно минус а в степени а в степени минуса мя картины лев Kü. В степени вето в степени д compelled to 될 apple ár, см считайте, как вы считаете свою карту на сколько нужно сказать. Ничего? Надо же сказать. Что надо? Надо вот этот напоминать или не надо? Да я думаю, не надо, потому что он не нужен. Нет, X что такое? Хорошо. Чтобы посчитать скоб угол для конкретного узла, мы расставляем маркеры A и B в каждом перекрестке диаграммы по следующему правилу. Угол, в котором вращение от верхней нити к нижней происходит против часовой стрелки, обозначаем маркером A под часовой маркером B. Каждый перекресток таким образом можно разрешить или маркерно сгладить всего тремя способами. Соединяем вместе углы, имеющие тип A, или соединяем вместе углы, имеющие тип B. В зависимости от того, как для конкретного перекрестка, какой тип сглаживания мы выберем, A или B, у нас получится какое-то конкретное состояние диаграммы S. То есть первый перекресток, например, типом A, второй типом B, два других, например, типом A. Вот конкретное состояние S. В самом деле каждое состояние S представляет собой просто набор окружностей на торе. Окружности могут быть тривиальными, то есть ограничивающими диск. Ну, если по ним разрезать, то будет тор без диска. Две поверхности будет тор без диска и диск. Вот. И нетривиальные. Нетривиальные рассматриваются с точностью до гомеоморфизма. Тор я буду изображать в виде квадрата с отождествленными противоположной стороны. И все нетривиальные кривые на торе будут считаться криволезными. То есть это параллель тора, радиан тора, кривая типа 1.1, ну и так далее. Вот они все будут называться нетривиальные кривые. Такая кривая будет называться тривиальной. Значит, каждый такой кривой тривиальный мы споставляем в множитель минус А в трое минус А минус 2. Каждый нетривиальный споставляется в множитель X. То есть дельта от S это число тривиальных окружностей в данном состоянии S. Гамма от S это число нетривиальных окружностей в данном состоянии S. Альфа это число скваживания типа А в данном состоянии С. В данном случае А в данном состоянии 3. И здесь, уже в этом состоянии, бета это число скваживания сглаживания сглаживания В равно 1. Осталось пояснить только омега и альфа. Если что скручение, наверное, не надо рассказать. Сумма индекса двух точек. Да. Ну, папа, скажи. Хорошо. Вот, собственно, вот эту конструкцию я собираюсь категорифицировать. Зачем? Я вообще понимаю, что такое категорификация. А что такое категорифицирование? О, хорошо. Это значит спросить. Не надо говорить такое слово просто. Я где-то прочитал, что гомология Хаванова является категорификацией в общеной скобке Кауфмана. Мне понравилось слово левый способ. Да что, действительно не знаю, что ли? Нет. А то, как связаны гомологии Хаванова и поленом Кауфмана, это один разговор. Но явление категорификации, связано ли это с категориями или нет? Связано, напрямую. Каким образом? Пожалуйста. Вот есть понятие элеохарактеристики. У клеточного комплекса? У клеточного комплекса. У клеточного комплекса. Значит, очень хороший вариант, хорошо считается. Но, если у вас есть два клеточного комплекса, то вот у одного такая клеточная, другая другая, никакой связи, в общем-то, нет. Теперь есть теорема, которая говорит, что, значит, элеохарактеристика клеточного комплекса равна, ну, собственно, знакопеременной сумме рангов групп гомологий. то есть выражается через гомология ну ладно а гомология образуется в теории категории одно просто второй, одно, другое можно отобразить гомологии отображаются нет можно построить категорию в которой объектами являются что? сейчас не надо переводить это не категория, это функтор функтор из многообразий Да, да, но множество многообразий и отображений между ними, они образуют категорию. Ну, гомиоморфизм, например. Гомиоморфизм нет, но тут больше отображения образуют категорию. Ну да, конечно. Объекты многообразий, морфизм, отображения, они образуют категорию. Значит, в рамках этой категории можно, значит, гомологии тоже образуют фунт из категории пространств в категорию групп. Ну да. Это тоже категория. Нет, конечно, Абелевы группы с гомоморфизмами образуют категорию, о чем речь Да, так вот мы Элли-характеристика, которая до сих пор обладала индивидуальным слойом только для одного объекта Теперь она включена в рамки категории Элли-характеристика, оказывается, является инвариантом категории отображения и морфизма Объекта, в которой... Сохраняется при этом в функторе, что ли? Элли-характеристика, это характеристика объекта из некоторой категории Из категории пространства и гомоморфизма Ну понятно, но это ничего нового не сказать Конечно, распула Очень много Нет, если у многообразия есть Элли-характеристика, то да, Элли-характеристика это некая характеристика элементов какой-то категории, объектов категории на вопрос, вот хорошо, скажем так, теория гомологии является категорификацией понятия Эльвы характеристики она намного мощнее, чем Эльвы характеристика в данном случае, что хочется, надо построить, значит, категорификацию Пулино-Махаланова то есть некоторую теорию, которая намного, конечно, мощнее будет, как мы надеемся нет, подождите, а кто такой человек, Алёна сказала, что Пулино-Махаланова является категорификацией нет, гомология Хвана является категорификацией то есть Эльвы характеристики гомологии даст вот этот Пулино? да так так и надо говорить, а зачем вот это слово категорификация? они грамотно не понимают, весь мир говорит категорификация в такой письме, что весь мир умничает просто нет, 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 это как вот тоже, когда гомология придумали, то тоже вот умничают говорили некоторые, зачем умничаете? нет, нет, не так но пока вот эта категорификация, это именно, что сумма рангов групп гомологии с коэффициентами дает Пулино-Махаланова ну да, да но очень важно, что гомология образует категорию нет давай тогда продолжайте ладно, да короче, зря слова так, значит, хорошо я поняла изначально Хаванов строил свою теорию вот этой гомологии Хаванов построил для классических узлов для узлов быстрее что он отличает там скобки Каукмана в том, что нет вот этого краяца то есть там все кривые, эти как, тривиальные, вот получается только вот так значит, когда сам Каукман обобщал вот этот Пулино-Махал вариант на случай виртуальных узлов он так же не вводил Х вот просто ходит тривиально, ходит тривиально открывает все минус А в трое, минус А в минус А в минус 2 получился вариант достаточно слабый, но он есть вот когда встал вопрос по сути, у Хауфмана он считает этот Пулино при х равном 1 нет при х равном 1 а, да сказал вот то есть, когда встал вопрос о переводе гомоги Халанова от классических узлов на случай узлов в точных поверхностях есть работы по переводу именно не вот этого Пулино-Махал, а ну вот такой вот ну вот ровкак называется вот, да так же есть работа по переводу автора Пулино-Махал а помните, Вы рассказывали про гипотезу Тейта и там как раз в точности Тейт от Пулино-Махал использовался ну вот с этим, с нереальными окружностями учитывая два ЕМИ отдельно с ИКСОН то есть? да ну и насколько я помню доказательства ну да то есть, а это вот кто сделал и как? а, гипотезу Тейта? нет кто-то же, значит, соответственно рассматривал Пулино-Махал на поверхностях уже с учетом антицидема вот этого интервьюальных окружностей а, про это спрашиваете? так авторство вот этого Пулино-Махал спрашиваете, да? нет, кто его использовал? не упрощенный, а усложненный усложненный усложненный, да кто это рассматривал? нет, вы чего-то путаете значит, как вы сказали там, для решения гипотезы Тейта гипотезы Тейта относилась только к сфере? но сейчас она рассказывала о том, в которой эта штука доказывалась для, по крайней мере, мы обсуждали для этого самого я точно помню ее доклад но это ее надо спросить, я помню, что сказала не плохо меня спрашивают, я не помню автора есть работа, да, где вводит этот Пулино, как-то имена и его фамилия, я не помню я точно нет, то есть, ну это как-то не Кауф, а она кто-то нет, не Кауф, да не, ну Кауфман тоже встречается такой сексом с классами, гомологиями его встречается так что а его рассматривают, то есть, только натурой, или, на конечностях, вообще ну вот этот, с отдельным учетом, интервенами вообще рассматривается да, вы продолжаете ага, я продолжаю вот, значит, работа по многим Хавановым узов в художественных поверхностях с вот таким нормальным Пулиноумом с этим узом есть даже целая кандидатская диссертация на эту тему, да в которой а, Джей Фридборник в 2010 году что мне не понравилось в этой работе я там нигде не увидела один из галаморфизмов нет, только дай тут еще расскажу какой вот это мне очень не понравилось может, он мне нужен просто там, в этой рекламенте, опять же поставили только на Толе или на Толе? там, на всех Толе-Кастерах в общем, она мне тоже не понравилась ну ничего себе ну, такая диссертация хорошая ну, сами читайте там, почему не понятно в общем, больше всего у меня душа лежала к мантру, как ни странно вот ну, мантра мне тоже не понравилась потому что ну, конечно, много чего не понятно но мантру больше всего было перетечение с тем, как я начинала сама что-то делать вот то есть я начала сама делать потом научилась, что есть статьи на эти темы сразу смотреть статьи и больше всего общего у меня получилось с мантру поэтому от него я даже заинтересовала часть обозначения в силу того, что он раньше был в класс а почему я хотел сказать? мантру очень мне понравилось может, и у него построение уже? да, да, все, в экспорт с теорией закончился я перебожу в построение в общем, нужно построить комплекс или комплекс? комплекс цепной комплекс грантуированный эллерово характеристика которого равна как раз обобщенной с копейка это все грантуированное еще одна вещь грантуированное это значит, что на пространствах вводятся грантуировки к каждому пространству сопоставляется вот их всего три у меня будет в классической теории 2 и ижи, а у меня еще есть грантуировки ижи и к какие-то чиселы вот каждому пространству сопоставляется набор из трех каких-то чисел которые вычисляются по элементам данного пространства в зависимости от того там конкретные элементы берутся и вот в зависимости от вида этих элементов находятся значения чисел ижи и кайса получается 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 какая-то отображение в пространство вообще в тройке чисел это целый чисел, наверное да, лицевая, конечно, лицевая так, я начинаю строить все, знаете, я все-таки грантуировку объясню значит, вот, скажем, группа гомологий технологического пространства они состоят на самом деле внешнеумерная гомология своя группа одномерная, своя двумерная, своя вот это называется грантуировка одна из гомологий когда вся группа группа вообще всех гомологий всех размерностей она разбита на подгруппу а как она собирается из кусков? прямая сумма, что ли? да то есть вместо того, чтобы рассматривать все группы гомологий давайте возьмем их прямую сумму и на ней зададим вот грантуировку разбиения на слагаемые это слагаемые нулые, это первые это вторые двойная грантуировка это, значит, по какому-другому принципу вот эта группа разбита на слагаемые по каждой подгруппе из которой состоит она имеет два индекса скажем размерность ну вот еще примеры покажете где вторая грантуировка будет, да? да вот можно 10 грантуировок вот группа состоит вот штабель из кирпичей у каждого кирпича он имеет координаты вот это вот вместе они составляют всю группу складываются по координатам то есть отображение соответствующих соответствующих у каждого элемента есть другой уровень где он находится в какой подгруппе он находится правильно, да ему отвечает набор чисел который конкурирует к какому клану он где он лежит да 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 ну прямая только сумма сумма отсюда и отсюда это будет элемент один оттуда один оттуда ну вот к одномерным гомологиям добавить двумерное не имеет смысла так что я не скажу вот 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 например узел на торе вот и для него построим типной публикс как начинаем строить рассматриваем все состояния данной диаграммы ну точно так же как для общеноскопов афу состояние будет два в степени здесь н равно двум а это число перекрест вот все будет четыре состояния а а а а б а и б это способы сглаживания каждого перекрестка то есть перекрестки упорядочили для каждого выбрали тип либо а либо б идея в том чтобы расположить эти состояния по следующему правилу располагаем их в столбце и сумма ну скажем что сглаживания V в одном столбце должна быть одинаковая то есть в первом столбце у нас быть одинopia аа то есть đây сглаживание типо v не цы вhist во втором столбце у нас будет один одно сглаживание типа b вот это варианта 6 об hyd И в третьем два сглаживания типа В. Вот, это состояние, их надо нависовать. Вы хотите определить сейчас граничное отображение? Нет, до граничных отображений еще не дошли. А, я не сказала, достроим Абелева группа. То есть построение цепного комплекса начинается с построения Абелевых групп. А, то есть вот эти штуки будут элементами? Нет, 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 сейчас еще дойдем до этого. Сейчас надо построить Абелевую группу в цепном комплексе, а потом задать гомоморфизмы. Проверить, что d2 равно нулю, и вот выскочит гомология. То, что сейчас рассказывают, это идет построение какой-то самой первой группы. Да, идет описание, как строятся группы. Нет, все сразу. Что-то рисуется в картинке, а говорится описание чего-то, я не понимаю. Ладно, еще раз сначала, Рассказ, я не сказала, что делать. Так, значит, я строю цепной комплекс для данной диаграммы. Построение начинается с построения Абелевых групп для данной диаграммы. Вот, как строятся Абелевые группы. Грутся все состояния данной диаграммы, их всего четыре. Располагаются по столбикам. Так что количество сглаживания типа В в каждом столбике не надо. Да, 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 да. Нет, нет, четыре, кто нарисовал, конечно. С двумя этими самыми нарисовывал. А всего состояния должно быть два степеней Абелевых групп. Вот. Значит, в первом столбике вообще нет сглаживания типа В. Во втором одно сглаживание и в третьем два сглаживания. Вот. Ну, соответственно, и с выбранным типом А или В нарисовала, как будет выглядеть состояние. Значит, первое состояние представляет собой одну нетривиальную кривую и одну тривиальную кривую. Три других являются просто нетривиальными кривыми нартой. Вот. Состояние упорядочили. Вроде все сказалось. Можно начинать строить. Значит, к каждому состоянию мы сопоставляем... Нет, давайте так. К каждой тривиальной окружности мы сопоставляем свободный, градуированный Z-мод. Я что-то по-нормальному сказал. Скажите по-нормальному на завтра. Скажите, скажите. А, двумерное векторное пространство... Ну, не векторное пространство, а модуль с двумя байсными векторами, которые обозначим 1 и x. То есть векторное пространство двумерное с коэффициентами Z. Это модуль называется. Вот его и сопоставляем каждой перевиальной окружности. Вот тут образующими-то в этом модуле вылезли что? 1 и x. Элементы 1 имеют степень 1, кстати. И x имеют степень 1. Сколько? Про степень это вообще... А какой степень это идет? Ладно, молчу. А, подождите. Двумерный модуль с базовыми векторами 1 и x. Вот. И все. Ладно. И мы, значит, такое модуль сопоставили, чем... Тривиальные окружности. Хорошо. Теперь каждый нетривиальный то же самое, только обозначаю дубль В, и у нее будут свои образующие. Ладно, лучше так. 1 с точкой и x с точкой. То есть каждый тривиальный В с образующими 1 и x. Каждый нетривиальный. Дубль В с образующими 1 с точкой и x с точкой. Вот. Конечно, они изморфны, очевидно. Но различаются... Развующие различаются. Спасибо за комментарий. Спасибо. Вот. К каждому состоянию мы сопоставляем тензорное произведение векторных пространств, соответствующих окружностям, которые находятся в данном состоянии. Каждый тривиальный сопоставили В. Каждый нетривиальный дубль В. Теперь вот, например, для первого смотрим. Здесь 1 нетривиальная и 1 тривиальная. Значит, сопоставляем В тензорное произведение на дубль В. С этим все нормально. Да. Вот. Здесь В, тензор на дубль В. Ну, а здесь очелины, они все подобные. Вот. Вот. В тензор на дубль В. Да. В тензор на дубль В. Кабелевую группу. Отключился. Значит, я пока понял следующее. Вообще, если есть диаграмма узла, то ее можно разрешить 2N способами. Для каждого из этих способов получится сколько тривиальных окружностей, сколько нетривиальных. Мы, значит, каждой такой картинки, то есть каждому состоянию таким образом сопоставляем. Можно абсолютно формально. Вот произведение, значит, этих В и Дубль В. Сколько экземпляров, сколько там тривиальных, сколько нетривиальных. Да. Получается, пока у каждой картинки нарисована вот такая запись. Верхное пространство. Верхное пространство. Хорошо. Дальше еще вы говорите. Дальше эти картинки располагаются по столбикам. В первом столбике по количеству сглаживания типа В в состоянии. То есть в первом состоянии. То есть в первом столбике сглаживания типа В вообще нет. Во втором столбике одно. И в третьем два. Вот. Ну, будет больше перегрёстков. Будет там дальше 3-4 и так далее. Как-то вот, знаете, был такой математик. Литбул. Я вам говорю, когда мне пишут в статье, что ось и x и y расположена как обычно, ось вертикально, он ругался и говорил. Я сижу в кресле и обраду ноги вверх. Я не понимаю. Для меня вертикально совсем другое. Значит, что такое вот так же столбик? Где столбик? Где это? В каком виде? Почему? Чем столбик отличается от этой? От строчки. От строчки. Ну ладно, можно так сказать, что мы... Значит, c0 это прямая сумма векторных пространств, соответствующих состояниям, где нету В вообще. Правильно? c1 это прямая сумма пространств, соответствующих состояниям, ровно с одним символом В. Где нету В, она одна. Это все ашки. А, ну да, одна. Где одна В, их Н штук. Да, вот мы их все складываем прямо. Будет c1. Где две В, там цейзен по два штук их. Вот мы их складываем. Что такое c1, что такое c1, что такое c1? Вон их группы. Эта белевая группа уже построена. Нет, она строится группа. А, цейзен, вон их. Возьмем это сам, это будет просто... А, по числу В выберу? По числу В, да. Складываем их по числу В. А, ну правильно. Значит, и так, в каждой картинке сопоставила группа. Так, теперь мы их градуируем. А градуировка служит число В. Ну это еще не те градуировки, которые в городе. Ну хорошо, но пока... Но что-то в этом есть, да? Отношение... Господи, там это сдвиг на... Поправка будет на число скручивания и все. А смысл-то да. По числу В. Ну хорошо, ладно, да. Это уже почти построено И. Вот. В общем, с аверевыми группами разобрались. Это прямая сумма вот в таких вот состояниях, да? Нет, то есть группа это прямая сумма, одинаковых модулей в каком-то количестве. Нет, модулей-то разные могут быть. Нет, нет. Почему так же? Да, здесь... Почему? У нас же в каждом состоянии составляется модуль, в котором сколько-то экземпляров отвечает там пространство В, а сколько-то пространство дубль В. Правильно. И у нас в одном томике стоят как раз такие штуки, у которых выгодили количество. Нет, нет. Как нет? У нас мы складываем те, где число В одно и то же. Но если мы так разрешим с пятью В и это с пятью В, то у нас могут получаться разные кривые ведь. Правильно. А вот там элементы есть. Ладно, элементы – это линейные комбинации этих базисных элементов. А базисными элементами, например, в данном состоянии данные, C0 получилось здесь. В тенсорно только образующие получается. Это один тенсорно один с точкой, один тенсорно Х с точкой, х тенсорно один с точкой, х тенсорно С1 группа получилась Это базис нередко Значит элементами C0 является линейная комбинация этих штук Сложение, сложение вот как Сложение обычное А вот интереснее, да, вот C1 из чего состоит А, ну что такое? Вот мне Это что? Ты довольна? Это ты выдумываешь Ноль не нравится А сейчас будет каверзный вопрос Чем вот это отличается от этого, да? Да Нет, ну с нулем было правильно, если где-то еще было С нулем было правильно А с этим неправильно Так, с вот этим неправильно? Да, да Ну поехали Дело в том, что здесь же прямая сумма А прямая сумма это когда каждый элемент это множество пар Прекрасно Это множество пар Правильно, да? Вот, поэтому Значит Что еще? Вместе с кривыми Вместе с кривыми Вместе с соответствующим векторным пространством В общем вся какая информация есть по состоянию Размерчаем в вершинах n-мерного куба Вот у меня n равно 2 То есть двумерный туб Вот он нарисован Вот в вершинах n-мерного куба Дальше Соединяем соседние состояния ребрами Сейчас я скажу, что такое соседние состояния Два состояния Я их буду называть S-A и S-B Сиденькие Если выполнено следующее Способы сглаживания каждого перекрестка У состояния S-A и у состояния S-B Одно и то же Кроме одного конкретного перекрестка Всего одного Который в состоянии S-A разрешается типом А А в состоянии S-B типом В Ну то есть вот идут какие-то перекрестки Здесь А и дальше Так прорисую И здесь все то же самое Только вот здесь типом А Вот это типом В Это было состояние S-A Вот это состояние S-B Вот такие два состояния Которые отличаются Сглаживаемым всего в одном перекрестке Мы будем называть соседних То есть вы описали две пары соседних состояний? У чем две? Одну пара Одна пара? Нет, состояние это разрешение всех перекрестков. Вот разрешили каким-то образом, а потом одну ашку заменили на бэшку. Это будет соседнее состояние. Соседнее являются не исходные, а два конечных. Да, два состояния соседние, если они одинаковые всюду, кроме одного разрешения. При этом, вот, и такие соседние состояния мы соединяем лёбрами. Лёбра ориентины от А к Б, то есть состояние от СА к СБ, то есть где разрешалось типом А, там будет начало ребра, а где типом Б, там будет конец решать. Ну это просто ребра куба, да, просто ребра куба. Нормально все ребра, всё вытекает из А, где все А, и сливается в Б. Вот, дальше начинается самое интересное. Локально, каждому ребру мы сопоставляем одно из следующих отображений. Вообще, проход по ребру можно понимать как отображение двух соседних состояний друг в друга, то есть СА отображается в СБ. Причём, в процессе этого отображения большая часть окружности остаётся на месте, то есть переходят сами в себя, и только две или одна окружность, там в зависимости от ситуации, участвуют в этом преобразовании. Ещё сказала, понятно? Нет? Из-за того, что мы прошли по ребру, какой-то перекрёсток, который разрешался типом А, стал разрешаться типом Б. Из-за этого, например, если здесь было две окружности, вот так, они слились в одну. Будем считать, что вот эти две окружности участвовали в преобразовании, и вот эта одна участвовала в преобразовании. А какие тут были, по краям что-то нарисовано ещё, они так и остались, они тоже детственно сами в себя перешли. Вот. То есть при прохождении по ребру какие-то окружности участвуют, изменяются, какие-то не изменяются. Вот мы будем обращать внимание только на те, которые изменяются. А изменяться они могут следующим образом. Значит, уходится. Нет, вы, наверное, сейчас хотите определить отображение из пространства, сопоставленного начальной вершине, в пространство, сопоставленное конец. Я, я хочу. Ну, конечно, она будет очень неподвижна на том, что не менялась, и как-то вы сейчас определите зашли на этой сцене. Значит, какие-то могут быть ситуации. Наклассиваю вот, и пусть. В классической ситуации может быть там всего один тип окружности тривиальный. То есть либо две в одну слились, либо одна там аналогично, да, разбилась на две. Вот все. В других возможностей не может быть. То есть это называется умножение М. Это ко умножению Д. Это все. У меня большой простой фантазии. Во-первых, у меня появляется отображение ЭТО, которое действует следующим образом. Оно одну нетривиальную кривую переходит в нетривиальную кривую. В случае одна кривая переходит в одну кривую. На сфере такого быть просто не может. На ТОРе такая ситуация есть. Мы ее даже вот здесь наблюдаем. Вот, пожалуйста. Здесь и здесь. У тебя это нетривиальный и нетривиальный, да? Да. Там было проявление круги. Проявление от чего? Где? Вот когда одна окружность, или там две окружности, то приходится к манипуляции геометрической. Но умножение, по умножению, происходит не с окружностью, а с пространством. Конечно. Еще нет. Явно отображение не задано. Просто говорится, что если нетривиальная в нетривиальную, а все остальное сохраняется, то это окружение это. Если говорить об умножении, вот в это умножение на чего? А сейчас еще пишет, наверное. Нет, ну вот классическом цирку, еще умножалось, и по умножать. Сейчас и пишет. В классическом были, с трассой только в, в не было, да? И умножается вот, вот в, например, в. Ну, что-то, что это умножить на это, получится. В это антир на в, переходит в окружение это. Вот окружение это. Но антир-то наоборот, а в ВВТ переходит в ДВВ, ДЦРНО. Правильно спрашивали? Хорошо. Вот. Это появилось, да, отображение. Вот именно этого отображения не было в кандидатской диссертации, которая мне не понравилась. Потому что там уже не было. Для М, какие возможности ситуации? Их всего 4. Либо точно так же, как в классической ситуации. Две тривиальные окружности сливали. Алёна, не пиши, там не видно ничего. Вот свеча вот такая. Открываетесь. Открывать ладно. Да, вот здесь пациенту, пиши. Спасибо. 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 Чемчо, какие наема ситуации? Ой, извините. В Тензор на В, В Тензор на ДВВ, ДВВ Тензор на В, ДВВ Тензор на В, и две ДВВ. Вот. К чему он может переходить? Ну, В на В, В может переходить. В общем, отель такой. Почему он такой? Можно посидеть, посмотреть. А, ну это вопрос о том, как можно соединять две кривые, тривиальные и нетривиальные. Да. Так, чтобы, вы знаете, получалась одна. Угу. Да. Ну, ладно, это, наверное, проверим. Что две тривиальных можно только в тривиальную соединить. Модель-то в писательной кодов действует в другую сторону. То есть В разбивает, либо на две тривиальные, либо на две нетривиальных. Либо оттукла В считается тривиальным окружность. Что-то здесь не актуально это не нравится. Дело в том, что, ну, я совсем-таки не забрался еще, но там они, когда говорят про, ну, так называют, там, в самом категориальном языке, вот как есть отображение. Вот тут что делается? Значит, у вас есть два объекта какие-то в образе, ну, есть, короче, отображение, которое действует из одной категории в другую. Это вот это самое, оно как раз на ребре сидит. Вот. И оно отображает категорию, которая соответствует началу, а категорию, которая соответствует концу. И там вот вначале, то есть нас может два варианта как раз. Ну, просто когда они говорят по умножению и по умножению, ну, что иначе, потому что вот есть морфизм первой категории, морфизм во второй. Скажем, а переводится в образе, и там f от 2 в f от b может перевестись во вторую. Ну, сейчас, вот это вот. a и b это категории в образе, которые связаны морфизмом. Есть функтор f. И вот вопрос. Если у нас функтор действует из a в b, то соответствующий ему функтор будет действовать из f от 2 в f от b, тогда это умножение. А если он действует, наоборот, из f от b в f от а, это, наоборот, стрелка, то это коумножение называется. И вот у меня такое ощущение, что у вас на самом деле, ну, как бы, тоже умножение и коумножение, но только у других пространств. То есть он, может быть, поэтому и говорил только об умножении и коумножении, что он... Ну, вот в этом языке просто работает. Поясни, чего понятно. В том языке, по которому... Кандидат, по которому нет кандидатской... Нет, ну, я предполагаю же, потому что он не совсем понял, что он сказал. Ну, он уже с пускайсом. Какое-то отображение, оно прячется внутри... То есть это все... Приставки КО, что ли? Это нужно аккуратно интерпретировать, как раз мы теперь в реальном языке, а не просто вот про отружности. Почему нужно? Почему нужно? Потому что тогда вся эта терминология становится осмысленным, и понятно, что происходит. Терминология отображения, что ли? Мы же тут не говорим ни о каких... ни функторах, ни морфизмах, ни категориях. Мы об этом не говорим как раз. Ну, и зря. Ну, вот это... Зря. А вот и не зря как раз. Ну, как это не зря? Сначала надо понять на простом примере, на привычных понятиях, а потом уже все на это настраивать, конструкции категорий. Этот самый парень в 2010 году, он ошибся или нет? Да нет, наверное. Зачем ошибся? Ну, нет. Здесь же как? Можно выдумать все, что угодно. Главное, чтобы инвариантность сохранялась. Вполне возможно, что конструкцию можно как-то подправить, и инвариантность останется. Нет, ну, просто этот, как очень научный язык, ему надо пользоваться. То есть надо его учиться понимать, научиться понимать. Да, может быть, и да. И это полезно, но... И вот, мне кажется, разбираться в этих вещах над ними, на этой музыке, а не пытаться их высказывать. По-вашему попроститься. Думаете, да? Ну, да. Минчим так и двум ушами хлопать, когда там Дураев был свой докладный. Паршаю. Застряли? Да ну, не застряли, просто комментарии. Почему нет? Я просто предполагаю, что это тоже умножение и полмножение, но просто... Я бы на папу-то из двух в одно. Из одного в два. Ну, просто стрелки стоят. Вы где-то не допустил, или... Не верно. Умножение будет умножение все равно из произведения сомножителя, или из сомножителя в произведение. Ну, квадратно. Вы отражаете, что вот это, вот это, она как-то через МНД это умножается? Нет. Нет, это такое умножение. Он говорит, что вы человек умножился, и что все нормально. Нет, я ничего не говорю. Я только это самое умные слова произвожу. Просто если вот это отображение, это не вводить, то даже для вот этого узла, как туда посчитать? Вот у него нет неевних, да это ладно. А почему его не вводить? Ну вот... Да нет, нормально, нормально. О чем влечешь? Ну, мы строим этот вариант. В общем-то, что нам за Тураевым гнаться? Нет, нет. Ну, с огонь может когда-нибудь. Визлечит постановка. За комментарием. Да поехали дальше, наверное. Нет, мы идем делать доклад перед диссертацией в Новосибирске. Ну и что? Ну и что? Не прикопаются. Нет, не прикопаются. Они тоже этого не понимают. У меня тьма диссертация не такая. Володя, суть твоего комментариев. Я не могу... Суть комментариев в том, что надо хорошо понять это самое наше положение и к умножению, и во втором случае тоже. Нет, а что ты про него... Про него еще ничего не сказано. Я только носок с вами не делаю. Дополнительные два. Нет, дельта еще не выписана, но он выпишет дельту. Дельту она откуда-то подает? Сколько из разных? Четыре действуют, может, в, в... А, ну и тоже четыре действуют из одного пространства в два. Нет, все задать. Задать операцию, это значит, что я в деталях не просто указал. Еще и куда, еще не за. Да, пожалуйста, да. Нужно задать на образующие. Да, вы отнимите? Да, конечно, интересно. А что обсуждали? Давайте пока не будем окупляться в формулы, если интересно, я потом буду. Дельта из одиночества в B, M. Каждому регрузу поставляем либо это, либо M, либо дельта. Вот здесь вот это, потому что тут W, W, W. А здесь происходит умножение. Тривиально-нетривиально переходит в нетривиально. Дальше нужно каждый регруз способ оставить знак. Да, там такая форма страшная, но я хочу рассказать. вот, при прохождении по ребру какой-то один перекресток переключается, изменяется пути. Все остальные остаются неизменными, да. Давайте посчитаем число сглаживания типа B, идущих до этого перекрестка, который изменяется. То есть, вот, в состоянии S, A вот тут что-то написано, дальше A, еще немножко что-нибудь написано. Но переходит в состояние S, B, в котором что-то написано, B и то же самое. Вот. Считаем число сглаживания типа B вот здесь, на части. Оно одинаковое здесь и здесь. До этого перекрестка. И вот, значит, будет минус единица в степени вот этого числа сглаживания типа B. Вот у нас, давайте посмотрим. Здесь при прохождении от АА к АБ меняется тип второго перекрестка, да, то есть смотрим на первый перекресток. Там 0, да, то есть здесь плюс будет. Здесь меняется вообще первый перекресток, значит, сразу же 0. Никаких перекресток нет. Вот здесь. При переходе от АБ к ББ меняется тип первого перекрестка, то есть тоже плюс. А здесь от БА к ББ меняется тип второго перекрестка, и до этого стоит Б один раз. Минус единица тип не один, вот здесь вот минус появляется. Вот. Формально все, осталось записать, как вы выглядите. Если это будет направление стрелки на ребре, не та, что ли? Почему? Нет, она не делала. Еще расскажите, пожалуйста. Я говорю, что от этого знака будет зависеть направление стрелки на этом ребре, что ли? Нет, не будет. Нет, ребро ориентировано всегда от А к Б. От А к Б ориентировано. А минус учитывает, сколько скважин из типа Б идет в состояниях до перекрестка, который меняется при прохождении полета. Я бы явно используюсь, но просто еще не сказали. Почему? Где используюсь? Где этот знак собирает? Как отображение же. Это мы знаку отображения поставили. Да, и вовремя направление стрелки. Фактически откуда-куда амператор здесь? Нет. Откуда-куда эта стрелка задает? Нет. А, в смысле, матрица оператора будет была на минус 1-1? Да. А матрица на минус 1-1. Вопрос, зачем появлялся этот знак? Был или не был? Не было, не было. Конструкция такая, две варианности, наверное. Нужно, да. Вот хорошо. Значит, используется доказательство. Сыслеток. Чтобы циклокомплекса был правильно, корректно определен, нужно, чтобы выполнялось D в квадрате равно нулю. Да еще, ну ты скажешь. Хорошо, сейчас D. Сейчас D построим. Нет. Д цепи-то построены, это C, C0, C1, C2. Цепи описаны. Нет, группа цепей. Да, группа цепей. Это группа сами сидел. Хотя, откуда там что-то есть. Элементы называются? Цепи. Да как угодно. Хоть элементы их можно называть. Мне вообще не нравится. Ни цикл, ни цепь, ни границы. Что за термин? Лишняя суть дела только затемняет. Человеческая термонаука, ну как-то. По-моему, нечеловеческая. Ну шо делать? Мы там сложились. Не знаю. Сложились. Чего не сложились? Приходится говорить по-русски. Ну че здесь делишь? В чем вопрос я не понимаю? Отсчет сюда. Да ничего. Поехали дальше. Ну как ничего, нечеловеческая структура. Ну, цепей, да, я еще не забрала. Вот построил эту кабелевую группу. Голоморфизм устроился. Значит, локально каждому ребрус поставишь для БМ, либо это, либо Дельта. Вот. И элемент. Вот рассмотрим элемент XN, которая лежит в группе ЦН. Тогда элемент D, XN, который лежит в группе ЦН плюс один. Вот. Он представляет собой прямую сумму по всем состояниям. Следующим. Смотрите, XN это просто одно состояние. Вот. Из этого состояния выходят стрелочки. Но вот у меня их две, а там для конкретного состояния может быть... XN не состояние. XN это элемент группы ЦН, но так как нам нужны гомоморфизмы, то это базисный элемент. Ну, базисный элемент. То есть это тензорное произведение единиц и единиц с точками. Не путайте меня, пожалуйста. ЦН это прямая сумма по всем состояниям. Ну да, правильно. Вот. Я рассматриваю только одно какое-то конкретное состояние из этих всех и так сделаю для каждого. То есть беру сначала первое рассматриваю, у меня будет одно XN. Хорошо. Потом другое будет. Ладно. Ладно. Ну, это тоже действует на картинке, а модуль, когда в произведении модулей. Да, конечно. В сумму тензорных произведений модулей. Да, да, да. И поэтому у него есть и образ такой, и право образ тоже. Да. Нет, она как хочет, что раз слева до оператора у нас прямая сумма и после прямая сумма, так значит надо на каждом слагаемом задать, и потом просто возьмем прямую сумму полученных отображений. Это и будет D. Все, поэтому считаем, что слева у нас просто не прямая сумма тензорных произведений, а одно тензорное произведение слева. Вот, и оно отображается куда-то. Отображается, понятное дело, оно, значит, в прямую сумму тензорных произведений справа, но по стрелочкам. Если мне куда отображаться, давайте я скажу. Значит, вот. По стрелкам, думаю, нет разу? По стрелкам, по стрелкам. Из этого состояния выходят какие-то стрелки. Вот у меня две, ну вот здесь, например, две стрелки, а здесь уже такая, знаю, их бывает хоть три, хоть четыре. Ну вот сколько-то их выходит, да, они все идут в какие-то другие стрелки. Так вот, элементу XN в этой группе сопоставляется элемент D и XN вот в этой группе, которые представляют собой прямую сумму по всем состояниям. Куда стрелки попадают. Да, куда стрелки попадают. То есть, которые имеют какое-то отношение к этому состоянию. То есть, те состояния, которые не связаны с ним, стрелочкой, они сюда просто не идут. Не соседние. Не соседние, да, правильно. Вот. Ну, как они идут, формально они идут. Там прямая сумма 0, прямая сумма 0, ну вот так. Вот. А стрелочки, мы их уже обозначили. Это либо это, либо M, либо D. А, ну явно все-таки ты их не хочешь писать, да? Сейчас напишу раз вопрос. Тем более, я уже это почти закончил. Сейчас, а можно я сейчас, может быть, последний раз на эту же тему? Все-таки вот, по-моему, терминология такая. Элемент D и XN называются цепями. Потом нужно там внутри определить границы, и эти операторы будут действовать. Ну, там из одной группы и другая, ну там эти самые ядро будут этими границами. Нет. Что нет? Значит, элемент из группы цепей называется границей, если он лежит в образе предыдущего гомоморфизма. Ну нет, он называется границей сам по себе, но он должен лежать в границе, это уже и свойства такие должны. То есть понятие границ, оно определяется до определения оператора. Нет. Да. Граница у предки, она определяется до всякого оператора. Да, но... Да, вот именно так же надо. В общем, еще одно подтверждение, что это дурацкая терминология. Ну, что значит дурацкая терминология? Ну, а почему бы просто не рассматривать агельевые группы, элементами являются элементы? Рассматривать гомоморфизмы, потом берем ядро, фактор по образу. Нет, ну, вообще, то существует как общая понятия, вот, вот, говорится, вот так, почему вот, там, это гомология и то гомология, это просто существует, как понятие, теория гомологии. Ну да. В ней существует вполне строго определенная, уже, там, видимо, несколько десятков лет назад сложившаяся терминология. Ну, кому-то она нравится, кому-то нет. Ну, кому-то не нравится, ну, а что делать-то, если мы хотим этим... Ну, кому не нравится, тот пусть не пользуется, мне кажется. Ну, если хотеть, так сказать, выходить на люди, то надо правильную сладость проверить. Я рад, чтобы не заострять внимание, на что в таком границе, и что такое цель. Не заострять на этом внимании, это не важно. Я говорю о том, что эти слова нужно произносить, если определяешь, какие бы ты ни был гомологии. Это язык наклада. Пусть докладчик рассказывает, как хочет. Я же ему не навязываю докладчику вот это, dxn, как называется? Я их называю образ пригомоморфизма. Нет, d, потому что граница, к этому dx, или нет. Правильно сказать, что dxn, это граница xn. Так называем? Нет, накладчик решает. Докладчик не принято. А докладчик будет рассказывать, что почему dx в квадрате равно 0? Ну, должен, да. Ну, должен, да. Вполне в состоянии. Но сначала я бы хотела рассказать, как действовать эти dm и дельты. Нет, надо же описать, как d устроено. Я писал. Нет, нет, ну да, сначала. Прямая сумма, вот это и все. А что? Да это вот прямая сумма, вот это и m и дельты. Ну что ж, правильно, да. Прямая сумма этих отображений. Сами они пока еще не были описаны, как, прям, явно формулами не были заданы. Но если это пока оставить, то считать, что они определены уже, то вот так устроена граничная гомоморфия. Ну, они согласны? Нет, можно написать формулу. Можно? Можно, сейчас напишу. Так. Формулу именно, что пока нет, явно. Ты и 7 равно. Прямая сумма. По всем ребрам. Не, не надо, не пиши, это на поводу слушателя вестись не надо. Нет, для чего формулы придуманы, математика, делать вещи ясные, придуманные. Если бы можно его записать в общем виде, я бы записала. Но можно записать только для конкретной какой-то ситуации. Я привела пример. Ну, напишите хоть для конкретности. Ну, вот, для эти, пожалуйста. Ну, а сколько тут пустых стрелков? Сколько вот здесь вот этих квадратиков, которые не участвуют, которые стрелочками не входят? Вот сюда их можно записать, как прямая сумма. Здесь, здесь, здесь. Чтобы было формально столько же слагаемых прямой суммы, сколько их не скидывается. Нет, вы можете просто фигурную скобку, где нужно записать по всем ребрам, сломаем. Нет. Каждая слагаемая, где есть ребро. А плюс ноль, это на самом деле не один ноль, а ноль, а куча нулей по ребрам, которые не проведены. Которых нет в кубе. Это противоречит, потому что я сказал. Да. Вы сказали, что надо под всем этой суммой написать по всем ребрам, как будто бы каждому ребру сопоставляется сумма трех ангромографизмов. Нет, нет. Вы сказали бы, что эти буквы берутся от ребра. Короче, для выяснения. Хорошо. Записи в определение. Нет, это сколько-то, потому что можно. Любви по-насвеску. Все три отображения действуют по одному конкретному правилу. Вот смотрите. Каждая тривиальная окружность, каждой тривиальной окружности можно сопоставить либо единицу, либо х, правда? Ну, так, я буду рассказывать только по этим, по образующим. Вот, каждой нетривиальной окружности сопоставляется либо один с точкой, либо х с точкой. Значит, в зависимости от того, что мы сопоставили, либо один, либо х, либо здесь, тривиальный, либо один, либо х, или нетривиальный, либо один с точкой, либо х с точкой, возникает такое понятие, как число Тау данного состояния, которое есть число единиц минус число иксов. Но состояние писать нехорошо, его в элементе состояния получается. Ладно, в состояние сопоставляется векторное пространство. У этого векторного пространства есть элемент. Тау считается для одного конкретного элемента. Вот, например, если у нас в первом пространстве нетривиальная окружность, то есть это В, дубль В, то В можно сопоставить либо один, либо х. Вот если В сопоставить, а дубль В сопоставить либо один с точкой, либо х с точкой. Вот, если, давайте какой-то пример возьмем, вот, например, если поставили один, х с точкой. Ну, поясный вектор выбрали. Да. Один дезер на х с точкой. Да. Вот для него Тау, давайте посчитаем, это число единиц там, то есть один, минус число иксов. Их вообще нет. Ну, вот один. Также вводится число φ, которое также считается по элементу ток. Да, базисного вектора. Да, базисного вектора. Которые... Есть число х с точкой, минус число один с точкой. Ну, здесь получается... Тоже единица. Тоже единица, да. Так в чем суть? Это можно посчитать и для каждого конкретного элемента, да? Для каждого базисного вектора. Да, для каждого базисного вектора. Если мы хотим понять, как действует, например, это. Здесь написано? Нет. Уже непонятно. Вот у нас это было состояние. Которое не соответствует разностранству. Поведи, давайте я так объясню. Значит, у нас все эти отображения, это, m, δ, они переводят одно векторное пространство в другое. Поэтому достаточно задать их отображение только на базисе. На базисных векторах. Вот, зададим определение на базисном... Зададим это отображение на базисном векторе. Идея такая. Значит, каждый из этих отображений должно... Чего должно? А, должно, да. Тауэллотез должно уменьшаться на единицу при прохождении по репруту. То есть, тауэллотез должно быть тауэллотеза минус один. А фиэллотез должно оставаться неизменным. И от с б... Вот, значит, идея такая. Базисный вектор переводится в такую линейную комбинацию базисных векторов, уже второго пространства, у которых тау на единицу меньше, а фи то же самое. Но это только общий принцип. Конечно, так его недостаточно, чтобы однозначно задать эти отображения. А, дурацкое обозначение, конечно. Что за рец. Мы все так пишем. Подождите, что означает? Нет, не мантра. Дармонтар, между прочим. Я усвоил сначала, так ладно, что это состояние. Да. Нет, да, здесь это уже не состояние. Это именно базисный вектор. Базисный вектор, то есть выбор единиц и точек на кривых данного состояния. Хорошо. Базисный вектор. Где? Ну, в первом. Вот это вот, в Sb, значит, во втором пространстве, в которое перешли. В Sb, это в первом пространстве, в котором... То есть это тоже в окно лице, это тоже назвали, колонки сидящие. Да. Внимая сумма все три. Да. Вот. А, нет, 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 подождите. Та уже считается не для Сиодды, а только локально для одного ребра. Вот, ну давайте посмотрим. А я еще не знаю, что такое вектор. Что? Что такое вектор? Это? Базисный вектор, нет. Sb, базисный вектор. Базисный вектор в одном квадратике. Да, в одном квадратике. Вот, например, вот в этом АСА, вот это вот так соединены, вот здесь СА, вот здесь СВ. Давайте почитаем, как будет действовать это от один с точкой. СТЕ переводит, вот написано, дубль В, дубль В. То есть, если здесь, в общем, мы можем получить либо один с точкой, либо х-точкой, либо х-точкой, либо х-точкой. Мы знаем, что число, вот фи, это число х с точкой-минус один с точкой должно быть неизменным. Здесь оно равно минус одному, да? Получается, фи от 1 с точкой. Это 0, минус 1, минус 1. Значит, здесь оно должно быть также равно минус 1. То есть формально можно было бы перейти в 1 с точкой. Но мы не перейдем к 1 с точкой, мы перейдем к 0. Потому что невыполнены условия на Тау. В Тау здесь ревиальных окружности вообще нет. Поэтому здесь Тау равно 0. А там оно должно быть минус 1, а оно все еще равно 0. Ревиальных окружности вообще нет. Что? Я могу просто поговорить, повторить. Как я усваивал ЭТРС, я пропустил, что там что-то должно быть. Вот есть определение для Тау и фи. И значит, там что-то должно быть. Тау и фи. Просто проговорить. Тау это число единиц минус число единиц, а фи это... Это наметки на то, как построить отображение. Да. Что там такое? Наметка такая. При отображении Тау должно уменьшаться на единицу, а фи сохраняться. То есть на всем пути фи сохраняется. Да. Вот прямо здесь, сколько его было. Да, да, явно описываются компоненты граничного гомоморфизма. Отображение ЭТО, М и ДЕКТО. Явно описываются. Ну, на базисных векторов, конечно, раз электр на каждой стрелке Тау уменьшается. Да, на единицу. А фи сохраняется, да. И это на каждой стрелке. Ну, и по той же причине Тау от x точкой также будет равномерно. Формально хочется написать x точкой, да. Здесь, ну, чтобы фи было одинаковым. Есть x точка, есть x точка. Вроде бы все хорошо. Но Тау опять не выполняется. Ну, а минусакина, здесь 0. Поэтому обнуляем. Интереснее будет, наверное, на m посмотреть. Давайте на единицу. Вот как, например, подействует m. Это неинтересно, но давайте вот так. Один тензор на x точке, например. Я вот эту приверзила. И с тривиальной и нетривиальной переходит в нетривиальную. То есть здесь надо написать либо 1 с точкой, либо x с точкой, либо их линейную комбинацию. Давайте смотреть. Посчитаем Тау вот здесь, для этого элемента. Тау от 1 тензор на x точку. Ну, единицы. Ну, ши единицы, нормально, да. Хорошо. Фи это тоже единицы. Тогда здесь Тау должно быть 0, а здесь... Фи единицы, правильно. И единицы. Так, а куда ты... В W ты бежишь, да? Да. В W-шку. Значит, раз Тау 0, тогда мы 1 и x вообще не пишем. Чего? 1 и x вообще не пишем, потому что в W их нету. А, ну да. Значит, пишем только точки. Ну, собственно, x точки и пишем, получается, да? Да, вот тогда наиболее. Ну, хорошо. Еще надо, что я понимаю, или наоборот? Для x, x точка. Давайте. x и с точкой. Тау получается равно здесь минус 1, и здесь хочется Тау минус 2. Ну, такого не бывает. Такого можно быть в данном пространстве? Это наметки. Наметки на построение. Это именно как бы вот... Так вот, я чего не могу сказать. Не определить. Может, сейчас он ценностер, что он говорит, я определяю оператора. На такой... Правильно, можно было бы так сказать, что отображения заданы такими-то матрицами. И все, постулировать. Но непонятно, откуда они берутся тогда. Не, ну это ладно. Ну, смотри, просто слова хочется... А это некая мотивировка. Мотивировка. Откуда они взялись все-таки эти отображения? Ну, пусть я говорю. Ну, это означает, что положен, то будет выполняться такое равенство на этом баллесном объекте. Ну, можно и так ограничиться, да, формально, и все. Там, может, минус 1. Ну, да. Вот сам личностям хочется не... Так что у нас? Такого быть не можно чего-либо? Да, ну, не может быть. Ну, не может быть. Там вообще-то, что вообще x и единиц нету. Мы же в дуболевое действуем. Там единиц и единиц нету. Можно я отвечу на вопрос? А, в лужах этих глаз, спасибо. Совершенно верно. Там в дуболевое нет единиц иксов и комбинацию. И там в дуболевое святота уроку 0. Вот, то есть. Минус 2 там не получить. Значит, все уже, хотя бы одно соль не выполнено, сразу же 0. Ну, наверное, не надо эти остальные матрицы, да? Матрица-то выписывала целиком или нет? Выписывала. Ну, и как получается произведение нулевое? Там не все так просто, как вы думаете. Видите ли? Если бы там было все так просто, вам отвечать на вопрос нет? Нет, подожди, значит. Давайте решим. Мы сейчас... Сергей Владимирович, мы как? Все останавливаемся на этом моменте или еще не можем? Нет, я от них потерял. Сколько времени осталось? Осталось еще 15 минут. Ну, да. Поэтому, что мы можем сейчас сделать? Мы можем закончить, позадавать вопросы какие-нибудь. Пообсуждать вот всю вот эту штуковину. Но, наверное, начинать доказать, что d квадрат равно нулю, сейчас не имеет смысла уже. Я бы вот по-другому подошел немножко. Вот когда, значит, я вот строил этот дистрибутивный грубоед в свое время, ну вот этот, чтоб кладом называется, значит, там это вообще на полную мысль, это вот у Крова и Фокса там трехсветная раскраска была и доказано переходов, и доказано, что число правильных трехсветных раскрасок сохраняется. Помните ли, нет? Да, да, да. Вот, я думал, думаю, поставил вопрос, а четыре-три цвета, значит, давайте его в общем виде поставим, вот там столько цветов и посмотрим, что надо, чтобы все, чтобы было вариант. Здесь вот нам тоже вроде бы как вот конкретный путь этих групп, конкретное построение этих групп, вот так-то вот икс, 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 икс. Вот так поставим, вот есть куб. Все-таки с куба начнем. Конечно, с куба, это градуровка. Теперь там градуровка как-то идет по диагонали, правильно я понимаю или нет? Вот есть куб, у каждой это самое, теперь стрелочки есть на ребрах. Ну да. Есть градуровка, в отличие от того, куда вы по горизонтали, по вертикали переходите к стрелочке, ну а так B или от B к A. Вот, во-первых, с этим кубом разобраться, нарисовать трехмерный куб и там все выяснить. Ну мы рисовали. Где там это? А потом в каждую вершину влепить нечто, элемент какой-то абстрактной категории. И сказать, вот какие должны, спросить вопрос, какими должны быть вот эти вот элементы этой категории, в нашем случае это вот тензорное произведение, так, чтобы там что-то выполнялось. Вот когда условие поймем, тогда уж сказать, что вот эти единицы плюс x, вот эти вот нарфизмы определяемые, почему они удовлетворяют этим условием, это прямая проверка. То есть вы предлагаете брать не векторное пространство в каждом вершине? Брать что, пока не знаю что, но вот чему оно должно удовлетворять, сформулировать? То есть взять объект более общий, чем векторное пространство? Ну я не знаю, какой объект. Чтобы мы понимаем, что делаем. А то пока мы нас взяли за веревочку, ведем такую-то группу, такой-то, один с точкой, один с x. Не, ну это мантуровщина, эти точки. Ну нет, взяли вот это. Ну вот столько записи, разно можно понять это. В чем, что собственно делается-то? Какие точки ставят, какие-то эти? То есть тяжело понимать. Конечно, можно сейчас разобраться, но вот я несколько раз садился и как-то каждый раз это. Не, ну, по крайней мере, выглядит правильно. То есть, вроде проверяли, тут все сходится. Ну а какие там, вот у нас градуированные, а какая градуровка там по вершинам? Какие градуировки? Вы какой градуировки толкуете? У нас есть цепной комплекс. Градуированный. Цепной комплекс не надо градуировать, у него уже сразу группы, вот, нулевая, первая, вторая и так далее. Нет, подождите, у нас уже группы выделены, цепной, 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 цепной и так далее. Для построения гаммологии больше ничего не надо. Не знаю, я когда Харваново регионально читал, там двойная градуровка. У меня тройная, да. У вас тройная, да. Для построения гаммологии это не нужно. Как не нужно натрой, но лучше. Потом, если мы хотим еще что-то извлекать оттуда, то можно еще какую-то градуровку ввести. Но для гаммологии, для первого шага, этого не нужно. Пусть, пусть, пусть Алена скажет, скажите. Да ладно, все нормально. Ну надо или не надо? Я хочу сказать, что эти... Тау-Атез вот этого, почему Тау должен так меняться, почему Хи должен так меняться, это, конечно же, идет из ИЖК, конечно. Вот все и понятно. И ЖК, какие-то, да, не взяли. В общем, хотели точную формулу для градуировки, вот, пожалуйста. Нет, вот надо и начинать с формулы для градуировки, а потом уже объяснять, что надо определить тот и Та. Значит, первое... Гаммологическая градуировка обозначается ИТ. Как считается, берется число скручивания данной диаграммы, или считается Сигма-Атез, это обычная Альфа-Атез минус Бетта-Атеза. Вот это... Число скручивания. И Атеза, оно, конечно же, одинаковое по всем столцам. Ну, вот это как раз и есть С0, С1, С2, только вот со сдвигом, с поправкой на вот эту вот... С дубль В, да. С дубль В, да. Ну, и просто сдвиг получается, от С1 на вот эту вот, на Амебу и на... И поэтому на 2 делится, чтобы на единицу каждый раз изменяться. Да, да. Потому что когда В уберем, А появится, и на 2 эта разность изменится. И вот это Атез, оно одинаковое по всем, в каждой группе одной тоже получается. Вот. И считается конкретным для каждого состояния. Ж, Атез, значит... Что написано? Три Омега, теперь минус... Ну, я не буду, Атез, посмотри, ладно. Дубляет 2 Тау, минус 2 Фи, деленное на... Хотим, чтобы при переходе от группы к группе и уменьшалось, увеличилось на единицу, да? Вот. У нас эта градуировка... А, или, может, ты... Нет, вот, градуировка эта, она на чем задана? На гомологиях или на группах цепей? На группах цепей. Ну, вот И тогда, понятно, она разделяет группы цепей, С0, С1, С2 и так далее. А ЖИ тогда она как распределяет? Вот это что, антивертикальная градуировка, а это горизонтальная. Ну, где вот в С0 горизонтальное разделение на что? С0 нет, у него одна только была. А, то есть разделение на слагаемые, что ли? Да, разделение на слагаемые. Ну, то считайте, вот, и это по вертикали, а ЖИ это по вертикали. Ну, фактически, вот, каждое вершине этого куба сопоставлена группа, вот, какие-то, да, 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 да. Это, это не так. Вот, теперь эти группы как-то надо объединить, вот... В одну группу? Почему? В одну группу цепей. Можно поднять прямую сумму, но это мы теряем информацию. А вы это и делаем? Нет. Мы их разбиваем на части. Нет, мы не все суммируем. Мы суммируем какие-то. Это будет первая группа цепей. Да, да, да. Суммируем другие, это вторая. По моему принципу они суммируются. У меня такие диагональные плоскости бьет проводят. Ну, да, ну, да, ну, да. Вот это как-то не видно с отсюда, я так... Почему не видно? Вот, Алена уж толковала, что мы по столбцам просто суммируем все пространства, где одинаковое число B, символов B. Хотите, это у которых и от S одно и то же. G от S одно и то же. Почему? И от S правильно. Сейчас, ну, действительно, сейчас мы уже запутались. Алена, нарисуйте, пожалуйста, трехмянный куб. Сейчас разберемся, выведем на чистое. Это остатки. Квадратически не буду рисовать, только кубы напишу. Значит, здесь будет ААА, здесь будет ААВ, АБА, ВАА. Здесь также будет три элемента. Почему ты куб не хочешь рисовать? Ну, нарисуй куб. Да не рисуй, Микта-куб. Вставай киси. Давай нарисуй. Ну, да, вот тут нарисуй, которая тоже. Четвертый раз будет рисовать. Она не встирается. Вот, значит, у нас куб получается. Да. Вот. И помечаем вершины. Самая нижняя это ААА. Три ребра исходят. Значит, сюда будет БАА. Одна В-шка добавляется. Здесь тоже одна В-шка добавляется. Будет АБА. И здесь ААБ. А остальные, пожалуйста. Сейчас напишем. Ну и просто берем дальше, добавляем одну В-шку, так, чтобы получилось одно и то же. Ну и ясно, что это будет вот здесь вот АББ. Я бы еще... Как бы вы по какому принципу пишете? Я же говорю. Вот здесь две вершины. У этой вершины ААБ, у этой АВАА. Я понял, что вы поставили одну ААА. Дальше. В формулируйте принцип, как вы меняете? При проходе вдоль ребра увеличивается число Б. При любом шуруппаде, а при каком? Стрелки поставьте. Нет, ну взять, ну или единица. Ну или единица можно, если хотите, писать. И координаты 0-1. Вы можете сказать, что понятно было? Я не понимаю, как из АА превратилось АБА. Вот вверху там. А это, да, координаты вешинкубок просто. Ну поставь тогда 0-0, сам будет что-то. А это 0, а Б это единица. ААА. Это ось Х, тогда Б это единица. Это ось Y на втором месте. Это ось Z на третьем. А, ну в точке стоит 0-0-0, с ляло стоит 1-0-0. Б это единица. А это 0, а Б это единица. Когда я напишу, что координаты вешинкубок? Хорошо. Так, теперь вот эти вот в каждой вершине такой сидит дупп, которую мы еще не описали. Ну вот, Алена описала, но там... Какие-то произведения. Вот теперь, значит, вот эти все группы надо объединить. Да, значит, и берем сумму групп, у которых одинаково число B. То есть, ну, если это возьмите красные средства и обведите, у которых не о чем B. Действительно, вот, мы сейчас берем вот здесь, а нету B вообще, берем вот эти вот, одна B, берем вот эти здесь две B, и здесь их три. Ну, я то и говорил, что-то типа диагонали. Ну, а она просто и хочет сидеть, как с полцей писать. Я истолбит его, я истолбит его, я истолбит его, я истолбит его, я истолбит его. Вот, с одной B, вот она так записала. Здесь хотелось двумя B писать, там с тремя B. Ну, это было коскости, которые там, это, где говорили. Вы знаете, рисовать куб так, чтобы он наклоненным стоял, это ни один, никто и не понимает. Ну, что, я об этом колтовал нонсенс. Вот правильно, вот так надо рисовать. Ну, что же все так делают? Мантура, что ли, так делают? Нет, Барнатан так делает. Барнатан так делает. Что за дело? Что, непонятно. Все так делают. Никто вот так вот не рисует. Как вы будете так рисовать? Так, у Хаванова посмотрите. Ну, ладно. У Хаванова, ладно. Вот, что еще там? Только это переводчики-то. У Хаванова, по-моему, все-таки, вот, а я-то тут, знаете, диагональ где-то видел. Нет, ну, хорошо, хорошо. Вот это будет, это группа будет. Так же неудобно, вот какие-то ребра непонятные. Здесь все красиво. Так вот, и здесь, что такое и? Сейчас, хорошо. Разбили вы вот на такие слои. То есть у нас, в данном случае, у нас раз, два, три, четыре группы, да? Да. А, ну, вот правильно. И это, и это количество B, грубо говоря. Количество B в слое. Значит, здесь И равно нулю, здесь И равно единице, здесь И равно двойка и И равно троге. То есть вот градуровка И, это как раз-то разбиение на группы цепей. Так. Ж, это тоже понятно, это разбиение внутри группы цепей на слагаемые. Ведь у нас каждая группа, это прямая сумма векторных пространств. Но вот разбиение на слагаемые, это и есть Ж. Ну, я не знаю тут, чему у них же равно, можно посчитать. Ну, вот почему у них разные значения Ж. Ну, непонятно пока это. Почему? Вот эти группы, вот по диагонали, я понимаю. Ну, смотрите, у нас, видите, в одной группе три слагаемых. То есть, как бы, группа-то одна, но ее можно разбить на три куска. На какие? Первый кусок, второй и третий. Вершина, которую входят? Ну, разбили. Это как раз делает грудировка Ж. Почему там? Нет. Это здесь у вас в линейке можно разложить. А если у вас больше этих А и Б? Вот здесь у больше? Нет, нет. Если, допустим, 4 куба, там 2 А и 2 Б, как бы их линейно упорядочить? А линейных и не упорядочивая? А вот это Ж, С, это же число. А. Ну, вот оно и тогда, как, не знаю, как оно... Это я не знаю. Это я считаю не по состоянию, а по линейке... Нет, у каждой вершины, у каждой вершины своя Ж. Правильно? Не знаю. Смотрите, Тау, оно же зависит на... Нет, ну, просто если я так, то идти, должен быть линейный порядок. У нас, видимо, вот этот Тау... А, подождите, линейный порядок вести на наборах из А и Б не составляет труда, а лексикографический. О чём речь вообще? О чём речь вообще? Не составляет, но они там вводят какую-нибудь поведенную. Во-первых, вопрос вводят ли, а если вводят, то как? Вроде бы этого у них есть, да. Вот же формула написана. Пока. Что? Не, ну то есть превращается, что вторая гранулировка это просто линейное упорядоченное содержание. Слагаем их внутри каждой группы, да. Внутри каждого слога. Да, 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 да. Ну да. Никакая не хватит. Ну да, вот сказали бы эти вот... А, ещё... Нет, нет. Это просто предположение. Нет, нет, я же сам не придумывался. Вон, докладчик об этом говорил. Докладчик это скрывался. Докладчик? Что ты? Не знаю, ничего не сказал. Чего не сказал? Буква Ж что означает? Буква Ж является бантовой гранулировкой. Так. Чё там? Вот это вот одинаковое... Распевает это, правильно сказано, и на кусочки. Вот это относится... В общем, одинаковое для всех элементов внутри И, потому что сигма и для всех одинаковое. Натальфи. Да, да, да. А два Тау и два Фи, они конкретные для каждого базичного элемента. Угу. Для каждого элемента векторного пространства. То есть Таа учитывает, сколько там... Какова разность между числом метениц и числом инсоб. А Фи учитывает разность их с точкой или не с точкой. Ну, правильно. Если мы будем брать в каждом слое, то Каа будет разным для всех элементов в каждом слое. Какой чем Каа? Ну, вторая гранулировка. Это же... А откуда такая уверенность? Чего? А откуда такая уверенность? Техническое положение состоит в том, что при помощи второй гранулировки задаётся какой-то порядок на этих самых... На слагаемых каждой группы, составляющих каждого звука. Каждый слагаемых? Да. Есть собственный набор базисных метров. Нет, вот и вопрос. Да, у ВИТСФИ. Есть консеренейный порядок, но там очень сходят какие-то слова, что это украска для каждой вершины у Сельса. Ну да, ну вершины Жених одного. Мы находимся в одной вершине. Почему мы возьмем один? Да, в России есть же базиску и базиска на вершину. В общем, доклад вызвал озевлённые дискуссии. Очень хорошо. Филипп, кто в следующий раз будет? Спасибо, Лёна. Уже стало понятнее. Я Ганару видел, всё ждал, ждал, пока вы про Ганару скажете. Ну, вообще, надо работать. Но это всё уже принято, что это сделано, да? Там ничего больше нету, да? На всех должностях это сделано. Василий Олегович Матер заявляет, что эта конструкция работает для виртуальных узлов, для замкнутых коз и ещё для каких-то узлов, ну, так как, прежде всего, для других узлов с дополнительной структурой. Что он включает в это понятие, я не знаю. Это здесь у него была ошибка или нет? Нет. У него ошибка была просто опечатка, он эти точки периодически забывал писать. Вот и всё. Ничего страшного. Лёна, если есть опечатка, про которую трижды спрашивают, и он отвечает, что всё правильно... Я собираю мантуру. Я постеснялся. Ладно. Что значит постеснялся? Я отвечаю на вопрос. Да. Какой вопрос? Так, для всех препаратистов. И мантуру заявляет, что да, для всех. Я уже сказала, виртуальные узлы, узлы с какой-то другой дополнительной структурой. Нет, ну, сейчас виртуально... Но догадаться-то его я не понимаю. Я не совсем ознакомлюсь, а вот эти конструкции фуберитоналов, фуберитоналов, группы, аналогов Фареном и Джонс, а вообще интолируют эти саналии, которые на перепрёске, то есть получается совсем не то, что на поверхности. Я этим не интересовалась, у него так тоже интересно. А вот этот гражданин, стёрли его, у которого диссертация... Честный? Да. Честный? У него как для любых условств, урешностях. У него диссертация называется «Точно-то-решностя». А какие? Ориентируемые поверхности? Спасибо. Вот надо посмотреть, потому что я не уверен, что неориентируемые поверхности смотрели. Тут что вообще можно, если дальше думать? Вообще бывают ещё какие? Бывают ориентируемые поверхности так, чтобы утолщение стало неориентированным. Ну, это совсем тяжело, то есть это неориентируемое многообразие. Да. И что? Тяжело. Ну, дописи, новый будет зато. Необъятное поле для деятельности. А можно я спешу? Ага. Эсфальдо, вот так как переводится. Расслояние раскушности. Расслояние слабоохромности. Два, на самом деле, это самых. У нас два раза понимания, и периодически ведётся базовое расслоение. А эс – это поверхность или окружность? Это стоимость, это на другой стоимость? Да, это расслоение, значит... На поверхности. На докружности, на поверхности. Нет, почему не на докружности? Какая поверхность, а с на поверхность? А, больше не на чем просто. Одномерный же кусок надо. Если поверхность, значит другой кусок одномерный. А какое имеет отношение или никакого по точной поверхности? С-бандом? Если его разрезать по С, то будет толщина к поверхности. Нет, ничего нет. А С? То есть теория в этом С-бандом и его отношение по толщинным поверхностям не имеет? Смотревку С, поверхность или огромность? Поверхность, поверхность. Алена, С-бандом надо отрезать, значит будет толстая поверхность. И не поможет в этом отрезке. Да, пожалуй. Но это астология. То есть это что на поверхности включается? Расслоение со слоем поверхность над отрезком. Любое расслоение над отрезком тривиально. Поэтому это просто прямое произведение повествия над отрезком. Расслоение над отрезком всегда тривиально, с каким угодно слоем. Даже окружность. А? Даже окружность. Что? Окружность расслоения над отрезком. И с мёблеса можно собрать. Ну как, не соберете. Почему? Расслоение над чем? База какая? Окружность. База окружности. База отрезок. А, база отрезок. База отрезок. База играется частным случаем? Правильно. 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 То есть это эс-бандл над отрезком? Повесно против. Повесно? Эс-бандл над отрезком это эквивалент к прямому произведению повесного отрезка. Это не обобщило? А, ну вот. С чего? Это хотелось писать. А на закружности это столик будет. Ну тоже. А ещё, мне кажется, можно обобщать, брать вот этот модуль, определять с большим количеством базисов. Т.е. различать разные типы нитривиарных окружностей. Что-то более сложное модуль получится открыть, все это конструкция должно быть. Применим гомеоморфизм в диаграмме. У нас тогда все эти модули синхронно сменятся. Ну, просто надо самому определить отношение к нитривиарной окружности. Не в любой набор нитривиальных кривых на Торе можно перевести в любой набор. Ну да. Прогибные регианы можно, скажем, три кривые и другие три кривые. Уже нельзя перевести вообще. Уже пора заканчивать твоя пара начинается. Лён, как вы название тут изменили, кстати, оставили прежнее? Изменили. Изменили, да.